это выдающийся реформатор его суть основа его личности он и реформы совпали он более всего подходил для этого он наверное достиг в бизнесе всего что можно в той отрасли которую он выбрал но мне было видно что в бизнесе ему уже скучно представьте он был из бизнеса вообще его личный день вообще нет это уникальная смесь была у тебя с бизнесом опыта но и реально душе он был не бизнесмен в этом смысле очень мягкий человек жизни очень доброжелатель но очень жестко когда дело касалось для кафе конечно крах украины был бы еще и личным крах потому что это означало бы что его любимая грузия не менее любимая чем украина окажется один на один с империей поэтому то что украинцы так долго запрягали продолжают так долго запрекать не могло как они волновать когда я был маленьким я был пять лет моя бабушка мне взяла и это был первый город который я увидел после тверис это был давно это было в 1961 году вот мой дядя работал в киеве на авиационном заводе и я с тех пор полюбил этот город и личная часть которая заставляет меня дополнительно сопереживать вам он начинал свою карьеру как биолог как ученый биолог тоже очень необычно по моему не так и не закончил биологический факультет и потом довольно быстро сделал карьеру биолога просто он проявлялся как выдающийся личность во всех своих ипостасях и как биолога и как предприниматель и как выдающийся реформатор я даже прошел бы свою свою карьеру прошел без фактически без этапа младшего научного сотрудника потому что я был старшим лаборантом а потом мы предложили возглавить лабораторию вот и тут появилась возможность зарабатывать все думаю но вот надо сейчас создать бизнес там и зарабатывать деньги и за эти деньги можно принципе лабораторий может существовать из этого раз начало 30 мая 2004 года михаил саакашвили пригласил его министром экономики в грузинское правительство началась новая глава в его жизни он был очень крупным свое время постсоветским бизнесменом его имя гремела оказалось что у него не так много денег было все эти остальные стали олигархами все стали мультимиллиардерами у него не миллиарда не было ни полмиллиарда не было у него интересовало то что он делал менять общество к лучшему грузии сделал приватизацию и он мог бы заработать не миллиарды он все сделал для того чтобы никто ничего не заработал кроме бюджета кроме людей и кроме тех инвесторов которые заходили чтобы просто честно это все взять и это все работа на нашу экономику всем надоело жить во лжи фальсифицированных выборах в значит в коррупции неэффективности понимать что единственный способ для твоих детей для молодого поколения это уехать из страны что значит жизнь там там а тут не жизнь и тут как бы вот те которые неудачник должны остаться которые хорошие должны уехать вот это все вместе породила там породила и революцию значит 2003 года когда фальсифицированные выборы вызвали гнев значит это была такая первая цветная революция да и это породил тот мандат который был он мандат не был на конкретной реформы он не говорю вы должны сделать вот так 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 и так не бывает он был такой что сделайте что-нибудь сделайте больше делать изменяете нашу жизнь понятно что народ потом потом это ему это все надоедает помочь и так далее но мы свое дело сделали мы увеличили экономику грузии там практически на почти в два раза если начинаете в долларах там 2003 года а если так номинально так больше чем два раза увеличили и поэтому жизнь сейчас другая возникла выросла молодое поколение которое вообще не понимает тех проблем которые были тогда которые не понимает что такое коррупции потому что никогда это не видели который не понимает что такое там значит невежливый полицейс потом этого не видели да и так далее мы будем так развиваться в принципе он считал что все что коррумпирован надо уничтожить ничего страшного если это необходимо это коррумпированное не работает она приносит только вред сначала уничтожим а потом будем думать что делать вместо него цена коррупции это суверенитет украины и это главная проблема потому что остальные проблемы то сать они решатся кто помнит советский саду поэтому с вами помним но еще кто помнит советский саду были магазин называлась мясо помните а мясо там не было на этот вопрос совет посадили были магазины мясо а не нет там были здания с надписью мясо а магазин у которых мясо продавали их не было понимаете нечто что притворяется другим вот магазины с надписью мясо были симуляторами там мясо не продавалось то есть если закрыть магазин на котором мясо но мясо внутри нету с продажа мяса что произойдет и чего правильно если закрыть пожарный надзор который занимается побором взяток а предупреждение пожарного отношения на самом деле не имеет с пожаром что произойдет правильно у него совершенно ясное понимание любой проблемы такое как вам сказать простой я очень ценю когда человек может описать сложную ситуацию просто вообще киев построился к город создался в условиях отсутствие какого-либо архитектурного надзора не был надзора надзор того был рухнул как мосты проверяли 19 веке до может построить о том строительстве стоит внизу по мосту проходит состав это не рухнул все нормально а если рухнул то значит не получилось ну и все понимали что поэтому не рушились мосты да потому что понимали что ну как я же себя не буду вредить то чем занимался каха это в прошлом году да это он пытался объяснить украинцам что нужно наконец жить соблюдая правила таблицы умножения и правила сложения и вычитания жить посредством пока украина не начнет жить посредством пока не будут созданы основы быстрого экономического роста нам трудно будет приступить к построению успешной страны если вы вам кто-то рассказал найти эти европейцы такие они скупердяи они садвижки перекрывают там нагревают комнату потом включать садятся грелки там одеяло там утром встает холодно не то что у нас как хорошо но это так потому что поэтому там и живут хорошо что они экономят и поэтому вы и у вас чудовищные расходы государства расходы государства которые из украине они могли быть какой-то развитой европейской стране то есть вы расходуете 48 процентов ввп это столько же расходует германия это больше чем расходует многие европейские страны это больше чем расходует соединенные штаты америки это больше это больше больше чем полтора раза чем расходует грузии допустим он делал свою работу реформаторскую в стране которая нам ближе всего по проблемам которые перед ней стоят потому что когда нам призывают брать пример со словакии или с польши то я могу сказать не надо брать с них примеры они вернулись домой ну имеется ввиду европа мы не вернулись домой нам предстоит очень тяжелый и сложный путь чтобы туда попасть в ментальном смысле слова в ценностном смысле слова и грузия нам в этом смысле очень близко поэтому его мнение для нас важнее чем мнение советчиков из мирового банка международного валютного фонда они недооценивают эту разницу а он ее очень хорошо понимал проблема том что не существует реально государства которые называются украина к сожалению пульта вот то что существует она скорее всего находится в состоянии несовместимым со своим существованием и кроме этого есть еще внешние силы которые хотят чтобы она вот это не до государства к сожалению да там или как-то я не хочу никак оскорбить там украинский народ но вот это то что вот существует то что она еще и прекратилось существование в этой форме и сейчас такая ситуация что и больной сам себя лечит у нас других нету то есть там есть какие-то люди соседи там евросоюз там америка но это есть плохие соседи хорошие соседи но соседи могут а ну воды подать поймите там форточку открыть но операцию должен сделать сам на себе украинский народ никто вместо него это делать не будет не собирается не сможет и не надо что бог вот значит и вопрос такой что если не оперировать украину она точно не выживет операция сложная и тоже есть опасность что он не выживет что делать это цена которую сейчас украина платит зовут 20 лет не реформ популизма коррупции слабые власти в смысле исполнения то сайте обещание носит сильно если что государство подняло под себя все то есть везде государства то садись украина предиспределяет почти практически половину валового продукта есть национального богатства через бюджет это себе могут позволить только некоторые страны в западной европе а там как и как швеция германия финляндия многие страны западной европы этого себе даже не могут позволить а восточной европы там нет ни одной такой страны то что он именно считал что радикальный путь быстрота как кавалерическая атака он создает возможности для победы так он действовал нас учили в огневых наставлениях что автомат калашников служит для уничтожения противника за приемом штуком и прикладом поэтому бейте чем попало вы сможете добиться сегодня вам не нужно 20 лет думать об идеальных решениях и потом их исполнять вы должны действовать немедленно как можно завтра завтра уже год сегодня вечером нужно начать действовать потому что единственный способ значит продолжать нормальное существование это провести очень радикальные реформы очень радикальные реформы более радикально чем даже мы проводили грузии почему потому что у вас ситуация еще более тяжелая вы находитесь сейчас в состоянии фактической войны грузии 2004 году когда я стал министром и мы начинали реформы у нас до были оккупированы территории россии также как и у вас но у нас у нас экономика росла перед этим росла и мы на фоне растущей экономики провозили реформы которые привели к еще большему росту у вас экономика падает в этом году экономика наша задача приостановить этот надо представить падение и перейти в рост а при действующей модели как это устроено государство этого невозможно сделать украины нету выбора не делать реформу понимаете если других странах делать и делать реформы это вопрос там мы быстрее будем развивать или медленнее украина сегодня одна единственная во всем мире поставлена перед следующей дилеммы что либо меняйте либо умри гораздо более непосредственное живое и эффективное воздействие мне кажется как оказал в прошлом году на украинское общество на украинскую молодежь на украинских политиков активистов скорее да не политическую элиту да аж называется такой средний слой на украинских бизнесменов он много общался в разных аудиториях многочисленных малочисленных и мне кажется что вот его роль проповедника идей свободы она она была им сыграна в прошлом году блестяще и те семена которые он посеял ну я надеюсь раньше чем позже прорастут я когда встречаюсь с народом с народом я встречаюсь лекция публичное выступление встреча с людьми или случайно даже встреч или на телевидении встреча с диктором да да мы потом говорим значит ведущим то я чувствую огромный потенциал я чувствую огромный настрой огромный позитив огромное переживание за украину надо чтобы все это превратилось транслировалось в политическую жизнь надо чтобы это превратилось в действие которое делает власть для украины что такое конституция есть два подхода конституции есть такой королевский подход то есть король чего-то вот или это очень много в испанском в испанской системе права так там не только там и германский который под вид испанский германский испанская значит там так что вот я монах я суверен я дарую народу свободы я им разрешаю что-то делать и даю какие-то обещания все имеют право на труд молодым май отдых любовь все имеют право на какой-то еще такой финанский вот я обещаю вам там не взымать что-то и то-то это подход конституции который мне противен и у вас и у нас такая же конституция есть второй подход конституции это конечно это подход американский мы народ пишем эту конституцию чтобы ограничить власть чтобы она не могла делать то 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 это он очень был недоволен сердит украинцами это очень интересно что они не достойны того что происходит с украиной он требовал чтобы они были достойны этого процесса есть русская пословица и наверное если украинская пока петух не клюнул мужик не перекрестился до либо огромный грянул может быть ну если вы будете в если вы считаете что он еще не грянул этот гром что тогда с вами что должны сделать ну напишите путину что он должен еще с вами сделать что вы проснулись а что вау а 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 и а